В Черновцах поймали грабителей, которые пытали председателя областного хозяйственного суда Бориса Желика. Трое из четырех злоумышленников оказались ветеранами АТО, бойцами добровольческого батальона Донбасс. Что толкнуло их на преступление, выясняла Ольга Паламарюк. 10 июля в дом председателя Черновицкого областного хоссуда вырвались четверо неизвестных в масках. Сначала злоумышленники ударили электрошокером жену, судьи связали ее, потом взялись за самого Бориса Желика. Угрожая автоматом, грабители требовали показать, где находятся деньги. Всего унесли около 300 тысяч гривен и скрылись. Искали злоумышленников две недели. Одного из них поймали в Киеве, еще один прятался на Прикарпатте, остальные два жители Черновцов. Как оказалось, трое из четырех нападавших бывшие бойцы добровольческого батальона Донбасс. Всем от 25 до 30 лет. Следователям рассказали, состоятельного судью вычислили, изучая электронные декларации. Приблизительно два года, закинчивая службу за контрактами в одном из добровольческих батальонов, они освобили и все вернулись домой. И в определенный момент не могли найти себе работу, как заработать деньги. Так погодилось, как выбрать. Давайте проверим электронные декларации. И по электронным декларациям выбрали именно главу господарского суда. За судьей, его женой и бывшие добробатовцы следили полгода. На вооружении у них был нож, автомат и даже квадрокоптер. Перед нападением четко распределили обязанности. Пока трое пытали хозяев, четвертый контролировал ситуацию вокруг дома. После случившегося Борис Желик еще несколько дней был на рабочем месте, потом ушел в отпуск, с журналистами не общается. Сейчас задержанные находятся в следственном изоляторе. Им светят до 15 лет тюрьмы. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы.